Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролок и практик. И сегодня мы с вами погадаем на чувства, мысли и действия вашего любимого человека у моря. Посмотрите, какой красивый пляж. Сегодня на нас идет полоса дождя. И периодически нас поливает, но мы все равно тусуемся на пляже, потому что я очень люблю заряжаться местом силы. Для меня это очень важно, побывать у места силы. И я всегда очищаюсь и всегда заряжаюсь. И думаю, что наше гадание с вами тоже будет сегодня очень заряженным. На самом деле гадать в море очень полезно. И я думаю, что для вас это гадание будет не менее полезным. И для вас это будет откровение, я бы так сказала. И сегодня мы с вами погадаем на оракуле кипер. И вот перед вами есть четыре позиции. Смотрите, первая, вторая, третья и четвертая. И вам нужно выбрать одну из них. Их, естественно, сегодня у меня нет обозначающих знаков. Но раз я у моря нахожусь, да. Но все-таки вам нужно выбрать одну из четырех позиций. Чувство, мысли, действия. Нижняя карта чувства. Средняя карта мысли. И последняя, верхняя, это действия вашего партнера в загаданный срок. Ну, естественно, меньше двух-трех недель загадывать второй недель. Ну, и в кипере тем более нельзя, да. Помните об этом. Итак, давайте с первой позиции мы с вами начинаем, да. Итак, чувства, мысли и действия в загаданный срок вашего партнера. Смотрите, вот у нас есть вот эта карта, самая первая. И эта карта называется чувства, да. И это самый главный мужчина, человек. И мы понимаем с вами, что этот человек означает, что, ну, ваш мужчина, да, или тот, кого вы загадали, очень хочет быть главным в ваших отношениях. И чувства действительно есть, они крепкие. Человек хочет проявить ответственность по отношению к вам. Так даже хочу море показывать. Но при этом есть желание быть главным и вас, ну, побороть в чем-то. А если человек хочет побороть, значит, вы, возможно, тянете одеяло в отношениях на себя, да. И раз у вас есть борьба за главенство, вам нужно подчиниться, если вы женщина. Ну, а если вы мужчина, то она очень хочет видеть в вас главного мужчину и быть как за каменной стеной, чтобы вы взяли за нее просто ответственность. Это очень важно. Поэтому здесь, да, здесь чувства есть и есть желание быть вместе. Но при этом вот такое вот ощущение, да, что человеку нужно, ну, главенство в этих отношениях. Распределение ролей, я бы сказала. Ну, теперь смотрим мысли этого человека. Это у нас карта, когда идет суд, да, суд. И, естественно, мысли о том, что нужно между собой уметь договариваться. Может быть, в чем-то человек вас осуждает, переживает из-за какой-то истории между вами, из-за споров между вами, из-за конфликтов. И ему хочется, чтобы вас кто-то рассудил. Ну, то есть, кто-то, может быть, даже уже вас рассудил, когда давал ему советы, общался с ним по поводу ваших отношений. Это могут быть друзья, родственники, там, не знаю, знакомые любые, которые вмешиваются советом. Ну, позитивный этот совет или негативный, тут скорее не важно, а важно, что человек с этими людьми соглашается. И ему бы хотелось, чтобы вы друг с другом умели договариваться, мириться, пусть даже с чьей-то помощью, понимаете. Это очень важно для этого человека. И, конечно, может быть такое, что, ну, между вами уже есть такие терки вплоть до расставания, да, вплоть до того, чтобы разводиться по этой карте, мысли такие. И если у вас действительно есть такие разногласия, человек пока не хочет расставаться, а хочет договориться и как-то, чтобы у вас наладилось. Его действия в загаданный срок, в ближайшем будущем, мы видим здесь помощь, мы видим здесь финансовую помощь, подарки. Или просто, когда человек энергетически помогает, или физически пришел там помогать, что-то ремонтирует, что-то делает для вас, старается и пытается, да, что-то помочь, что-то создать вокруг вас хорошее. Оказать вам поддержку, может быть даже моральную, выслушать. То есть, этому человеку хотелось бы вам помогать и договариваться с вами. И он будет это делать, то есть, его действия самые такие в ближайшем будущем, продуктивные, конструктивные, без романтики, без каких-то, ну, таких моментов, чтобы между вами там устраивать сюси-муси, да. А просто по-человечески что-то хорошее сделать, оказать вам эту помощь. Вот такая у нас была первая позиция. Мы смотрим теперь вторую, да, вторую. Давайте разгребать тут нашу кучку. Что у нас тут по чувствам, чувства, да, чувства, мысли у нас и вот действия. Интересный выпал расклад довольно-таки. Ну, давайте анализировать. Вот смотрите, у нас есть карта чувства, это свадьба. Ну, свадьба не всегда означает, что человек хочет, там, не знаю, жениться, выйти замуж. Означает, что человек вас любит, да, и хочет в будущем, может быть, такое, какие-то серьезных отношений с вами. Может быть, хочет наладить как-то между вами отношения, помириться, улучшить. Не знаю, устроить новый конфетно-букетный период или новую первую брачную ночь, медовый месяц, там, все что угодно, да. То есть, вот прям такая карта свадьбы, именно свадьбы. Она на чувства, когда выпадает, это всегда любовь, это всегда счастье в человека, в душе по поводу вас. И ему интересно быть с вами, он вас нуждается, этот человек. И он не хотел бы вас отпускать, не хотел бы, чтобы вы разделялись друг с другом, чтобы вы были не вместе или еще что-то. Даже если у вас сейчас пропасть между вами, если вы расстались, человек явно по чувствам хочет с вами наладить отношения. Святокарта очень хорошая. Теперь смотрим наши мысли. Ну, тут привилегированная женщина-леди, или, как сказать, самая важная, или которые оказывают привилегии. Ну, этот человек считает, что вы очень важнецкий человек такой, да, и себя очень любите. И думает об этом, что раз вы себя так любите, то и вас надо уважать и любить, а иначе ничего не выйдет, не получится. И у вас есть запросы. Даже если вы мужчина, вы мужчина с запросами. Если вы мужчина гадаете на женщину, женщина бы здесь хотела, чтобы вы ее поставили на пьедестал. И свои запросы ставили ниже ее. А если вы мужчину загадали, то он считает, что вы хотите быть главной, что вы хотите быть лучше всех. И что вам нужно уделять наиболее много внимания, заботы, вкладываться в вас. А вы иначе даже не захотите быть в этих отношениях. А человек вас любит и готов, по сути, да, ставить вас на этот пьедестал и чтобы, ну, уважать вас. Тем более, что он считает, что вы без этого уважения и в отношениях-то не будете, и не захотите быть. То есть в этом тут, конечно, вся суть. Действия человека в загаданный срок. Письмо. Ну, человек захочет с вами или поговорить, или написать письмо, или рассказать какую-то весть о себе. Прислать бумаги тоже бывает такое, да. Но самое главное письмо – это именно поговорить. То есть какое-то сообщение послать, заявить о себе. Может быть, прислать открытку с цветами тоже вариант, да. Ну, то есть этому человеку очень интересно было бы с вами поговорить именно. То есть в ближайшем будущем для него это важно, именно поднаписать или поговорить. Этот разговор будет каким-то решающим, я так считаю. Ну, вот такая вот позиция номер два. Такая вот позиция. А мы с вами смотрим теперь третью позицию. Давайте ее разворачивать. Чувства у нас – это подарок, да. Мысли. Мысли. Статуя фортуны у нас, великая фортуна, да. И действия – это у нас свидание тут, я так понимаю. Давайте начнем все-таки по чувствам говорить. Подарок говорит о том, что человек считает вас подарком судьбы. И хочет, ну, так скажем, поставить вас уже на некий педестал. Ну, в каком плане? Вот эта карта, она всегда означает, что человек, не знаю, там, готов вам ноги целовать. Ходить за вами по пятам, испытывать дикую страсть. И, ну, ему бы хотелось, чтобы все вокруг вас вертелось в этой жизни. То есть он фанатеет, по сути, имеет зависимость от вас. Ну, естественно, хотел бы вас озолотить, дарить подарки, одарять своим вниманием постоянно. Не отходить от вас никогда. Постоянно держать вас в центре внимания, ухаживать за вами, что бы ни случилось, да. То есть вот такая карта. Карта привязанности, привязок. Ну, она всегда говорит о том, что человеку, по сути, как сказать, может быть, нужно всего-то лишь, чтобы вы признали его, ну, там, не знаю, своим любимым человеком. А пока его вот прям трясет от того, что, ну, чтобы были взаимные чувства, что ли. То есть, ну, он, может быть, знаете, как увеличивает вашу значимость. Я вот это даже так могу сказать. Вот. Как-то, ну, превозносит вас, слишком сильно превозносит. Вот. Это преувеличенное внимание, я считаю. И оно всегда возникает, либо когда человек что-то не достает от вас, каких-то чувств или еще что-то. Или когда человек в минусе находится в отношениях. То есть, когда его там, не знаю, на него забили, например, там, его проигнорировали, с ним поругались. Он хочет обратно добиться расположения. То есть, вот так. Мысли теперь, смотрите, великая фортуна, когда большая удача пришла, да. То есть, мы видим такое большое изобилие в этой статуе, она прям плещется деньгами. Мысли вас озолотить, одарить, сделать все для вас. Вот видите, опять же, тут, да, такая вот предвосхищенная позиция в мыслях. Значит, человек вами восхищается. Значит, человек видит в вас там красоту, обаяние, все, что самое лучшее, светлое. А когда это бывает? Ну, когда мы буквально, нам не достает в ответ каких-то чувств, да. Когда мы в минусе. Вот этот человек как будто перед вами на коленях стоит и пытается умолять вас. Или быть с ним, или простить его, или быть рядом с ним, так. Или не бросать, допустим, его. Или полюбить его. То есть, я это так вижу. И он готов, он, не знаю, там, валить это золото, деньги, там, внимание, энергию свою, что угодно. Готов на что угодно, вот так могу сказать. Ну, соответственно, действие это в загаданный срок, это свидание, да, любовное свидание. То есть, когда мы видим, что человек вас приглашает, держит за ручки, пытается с вами заигрывать, пытается с вами там флиртовать. Естественно, для него это все важно. Может, вам не важно, ему очень важно, да. Естественно, его действие это ухаживание какие-то, проявление чувств, проявление внимания к вам. И раз у него и мысли такие, чтобы проявить это внимание по полной программе, ясно, что он и действовать будет. То есть, все внимание вам, вот так могу сказать. Ну, естественно, встреча как бы должна состояться в ближайшем будущем. Четвертая позиция у нас, четвертая позиция, последняя, да. Чувства у нас, ожидание какое-то идет, да, мысли, фальшивая персона и действия, размышления у нас идут. Смотрите-ка, размышления, да. Давайте, вы уже, наверное, поняли, да, о чем тут речь. Ожидание говорит о том, что человек от вас чего-то ждет, каких-то проявлений действий. Или ждет удобного случая, чтобы быть с вами, быть в отношениях. Значит, сейчас как будто бы не время, не те обстоятельства. И выжидательная позиция у человека. Он ожидает, понимаете, он не действует. И у него даже в действиях действий-то и не выпало, только размышления. И вы понимаете, что, да, у человека есть чувства, но он более эгоистичен, чем вы. И ждет от вас, что вы будете сами проявлять инициативу, ухаживать. Или не уйдете просто. Вот, мол, кто любит, не уйдет. А ты сам любишь, да. Че ты ждешь от меня? Вот так, наверное, у вас идет сейчас в размышлении. Че ты от меня ждешь? А он ждет, 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 сидит, ждет у моря погоды. Вот мы сейчас у моря находимся, да, и этот человек ждет у моря погоды. Ну, так получается. Мысли, фальшивая персона. Да этот человек вам не доверяет совершенно. Совершенно не доверяет. И переживает, что, может, вы с кем-то еще там, да, или изменяете, или еще что-то. То есть у него нет в вам вообще никакого доверия, никакого единения душ в данный момент. То есть этот человек каким-то образом, ну, может так размышлять, что, ага, меня в любой момент променяют, меня в любой момент вообще там в расход пустят, да я не нужен там. И, естественно, эта карта, она всегда говорит о том, что, может быть, еще кто-то есть, кто в этом человеке заинтересован, и этот человек, ну, попросту знает, что он популярен, да, и начинается гордыня вот эта. То есть тут двоякая карта, она может говорить о том, что это он сам фальшивый, и у него есть еще кто-то, он вам не говорит, да. Или вы, вас считают фальшивым человеком, который на два фронта играет, да, и может в любой момент завести отношения на стороне, и как доверять. Ну, так вот. И последняя у нас карта — это действия в загаданный срок, никаких действий нет, одни размышления. Но этот человек будет задумываться о вас все чаще, я вот так могу сказать, и рассматривать для вас для отношений все чаще. Может, этот человек рисует, тогда он нарисует вас действительно, или нарисует вас в своем воображении. Но никаких активных действий этот человек в загаданный срок предпринимать совершенно не будет. И в этом, конечно, проблема. Я художник, я так вижу, да. Куда ты денешься, если у тебя есть чувства? Ну, вот такая позиция у человека. Ну, всем спасибо за внимание. Гадание у моря, я думаю, прошло успешно. Я думаю, что все зарядились этой энергией замечательной. Тем более, что море сегодня такое интересное. Вроде как и есть ненастья, да, какие-то облака и дождь. Но, с другой стороны, мало ветра, и море спокойно. Вот смотрите, оно не бушует. И оно настраивает нас на вот этот гадательный лад. Поэтому обязательно посмотрите на море в конце видео и зарядитесь от него. Субтитры сделал DimaTorzok. Я желаю вам удачи, счастья, побывать тоже в своем месте силы, зарядиться, очиститься и всем быть любимыми. И до новых встреч. Пока-пока. Я думаю, что вечером я выпущу и дома гадания для вас. Пока.